Время бизнес новостей на телеканале Кубань 24. Здравствуйте! Сейчас расскажу, кто и когда будет платить прогрессивный НДФЛ и можно ли сравнивать кубанские и московские рынки недвижимости. Теперь обо всем подробнее. Прогрессивный НДФЛ снова актуален. Российское правительство вернулось к вопросу о том, чтобы обязать обеспеченных россиян платить в бюджет больше 13% от своих доходов. Об этом пишут известия со ссылкой на свои источники. По их сведениям, эту меру введут в пилотном режиме не раньше 2020 года из-за социальных рисков и сложности реализации. Вопрос о налоговой реформе официально не обсуждают, но при острой экономической ситуации ее могут произвести уже в 2019. Новая ставка должна быть увязана с социальными взносами и НДС. Кабмин уже начал разрабатывать проект бюджета на ближайшие три года. В число предложений по его балансировке входят налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц. Московские застройщики не могут продать ни одной квартиры без акций и скидок. Продажи на первичном рынке приостановились. Причиной тому не только низкий сезон. У покупателей просто закончились живые деньги. Аналитики утверждают, рынок держится только за счет заемных средств. В Московской области ситуация и того хуже. Новостроек огромное количество, а продажи стоят. Застройщики потеряли энтузиазм и все реже обращаются за разрешениями. Передовой кубанский рынок, к сожалению, в похожем положении. И прогноз тоже неутешительный. Ситуация, допустим, в Краснодаре, она очень похожа на то, что происходит в Московской области. Мы точно так же испытываем на себе все сложности, связанные с тем, что число покупателей на рынке сократилось. Наличных денег у людей нет. Что касается себестоимости строительства, то, безусловно, за 2016 год она существенно выросла. По оценкам разных застройщиков, где-то от 10 до 15 процентов стоимость строительства увеличилась. Застройщики не могут поднимать цены вслед за производителями материалов. Так они потеряют последних клиентов. По прогнозам, рынок еще немного просядет. Вот эта вот негативная ситуация, она, скорее всего, сохранится на протяжении как минимум этого года. До конца 2016 года существенного изменения не произойдет. Скорее всего, идеи, которые будут пытаться адаптироваться к этим условиям. И покупатели на рынок там тоже не вернутся. У Краснодарского края есть выигрышное отличие от Центральной России. Летние месяцы у нас пик продаж за счет гостей региона. Статистика показывает, что за последние месяцы строительный рынок упал на 10-11 процентов. Но у местного бизнеса есть шанс. В экономически сложный период застройщиков поддержит мощный миграционный поток. Эксперты советуют не сравнивать Кубань с Москвой и Санкт-Петербургом. Цены на квадратный метр все-таки существенно отличаются. Самостоятельно дешевле. Сервис Яндекс.Путешествия выяснил, что отдохнуть на курортах Юга России и не только выгоднее без путевки. Если не брать тур и самоорганизованно отправиться в четырехзвездочный отель Ялты или Сочи, то сэкономить можно до 10 тысяч рублей на двоих. Кавминводы и некоторые кубанские места отдыха из этого правила выбиваются. А вот в Калининграде отдых по путевке будет на 20 тысяч дешевле, чем обычная поездка. Иногда туроператоры выкупают чартерные рейсы и места в гостиницах Краснодарского края в таком случае. Туристы экономят значительную сумму. Чаще это касается зимнего отдыха. Закрытие Турции и Египта, банкротство одной из авиакомпаний и снижение курса рубля сказалось на стоимости туров. За последний год путевки за границу подорожали на 10-20%. Сильнее всего поднялись цены на 4- и 5-звездочные отели на Кипре. Чуть проще обстоит ситуация в израильском Эйлате и на греческом Крите. Российские курорты тоже подорожали, но в Сочи отдых категории 4 звезды стал бюджетнее на 6%, а в Ялте на 2%. На рынок стройматериалов уверенно входит Абширонск. На местном деревообрабатывающем производстве в сентябре запустят линию по производству ламината. Ее полная мощность – 700 тысяч кубометров напольного покрытия в год. Это почти 10% от всего российского рынка этих материалов. На заводе уже заканчивают настройку оборудования. Линия автоматическая. Для обслуживания достаточно всего четырех операторов. Абширонское производство – масштабная инвестиционная площадка. С прошлого года там производят плиты МДФ, технологическую и топливную щепу. Завод оснастили новейшим оборудованием. Проект вошел в перечень приоритетных в области освоения лесов России. Предприятие получило 330 тысяч гектаров лесов в аренду на 49 лет по льготной ставке. Валюты настойчиво ползут вверх. Доллар подорожал до 64,95 рубля. Новый курс евро от Центробанка – 72,46 рубля. Такими были самые интересные деловые факты к данной минуте. До свидания.